Приветствую всех подписчиков и гостей моего спортивного канала. В этом видео обзор новостей за предыдущие сутки. Начну выпуск с сообщения о поздравлении президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Александра Большунова за победу, достигнутую им в скетлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в Аберсторфе. В поздравлении особо отмечается о доставленной радости не только наставником и тренером, но и также простым болельщиком, любителем лыжных гонок. С важной инициативой выступила вчера Елена Вяльбе о возвращении запрета на использование соцсетей во время соревнований. Будучи неудовлетворенной нынешними результатами сборной России на чемпионате мира по лыжным гонкам, она видит как одну из причин этого в чрезмерном уделении некоторыми спортсменами сборной своего личного времени социальным сетям. В качестве примера она привела Евгения Белова, который готов в свободное время подолгу сидеть в Инстаграме. При этом она отметила о ведении Беловым своей странички в Инстаграме и выкладывании последним видео больших форматов. Все это по ее словам сильно отвлекает от предстоящих стартов. Именно поэтому Вяльбе считает, что в команде нужно вернуть запрет на использование соцсетей во время соревнований. Тем более такая практика уже имела место быть в сборной России. Другими путями получить высокий результат на стартах просто не получится, подытожила глава Федерации лыжных гонок в России. Разумеется, сразу же на эту тему развернулась дискуссия. Предложение Елены Вяльбе по запрету пользования лыжниками соцсетями во время соревнований прокомментировал тренер сборной России Юрий Бородавко. Он во многом в ней согласился, отметив, что спортсмены являются впечатлительными людьми и любой пост или статья могут выбить их из равновесия. Бородавко отметил, что спортсмен должен концентрироваться исключительно на гонке, чтение же нелестных отзывов о себе изматывает спортсменов психологически. Что, безусловно, сказывается на физической подготовке. В то же время Бородавко не ведет речь о полном запрете соцсетей. Все зависит от того, что там будут писать. А вот Дмитрий Губерниев наоборот уверен в пользе соцсетей, но при условии, что спортсмен – настоящий профессионал. И тогда хейтеры и недоброжелатели становятся лучшими раздражителями для спортсмена. В качестве положительного примера он привел поддержку Глеба Ретивых в собственных соцсетях совместно с Александром Легковым. Ему также непонятна процедура запрета соцсетей в сборной России. Он особо отметил, что если человек является профессионалом таким, как, к примеру, Александр Большунов, то особых проблем с соцсетями быть не должно. Тренер Евгения Белова Маркус Крамер согласился с Еленой Вяльбе по вопросу концентрации спортсменов во время проведения соревнований, рассказав, что Белов иногда становился уставшим буквально за несколько секунд. Однако с его точки зрения полный запрет спортсменов на сидение в соцсетях маловероятен. Спортсмены-профессионалы должны сами контролировать свое времяпровождение в них. Однако иногда тренеры должны проявлять жесткость и заставлять спортсменов прекращать сидеть в соцсетях, подытожил Крамер. Теперь о подробностях вчерашнего падения Дениса Спецова во время тренировки, в результате чего спортсмен получил перелом пятой пясной кости левой руки и сегодня едет домой на лечение. Со слов Вяльбе Спецов упал на том же спуске, где раньше падал Сергей Устюгов. Она на Спецова очень рассчитывала, особенно в эстафете. Сроки возвращения в строй Спецова около шести недель. Ну и напоминаю, сегодня у женщин пройдет гонка с раздельного старта на 10 километров свободным стилем. Наши выступят в следующем составе. Юлия Ступак, Мария Истомина, Наталья Непряева, Татьяна Сорина. Пожелаем нашим девушкам удачи в сегодняшней разделке. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч. С уважением Ренат.